В России насчитывается меньше ста таких домов, а в Ульяновской области и вовсе 89-й по улице Льва Толстого стал первым удостойным звания образцового содержания. Он сдан в эксплуатацию еще в 39-м с момента начала Второй мировой войны. За 82 года дом не утратил былую красоту и надежность. По предложению жильцов здесь проведен капитальный ремонт, установлены камеры, видеонаблюдения. Мы сделали работы ремонт кровли, ремонт фасада, укрепление фундамента, ремонт личных клеток, померяли все инженерные сети. Электрика, сантехника, это отопление ХВС, ГВС и водоотведение. В принципе, дом получил вторую жизнь. Идея присваивать домам своего рода знак качества появилась еще три с половиной года назад. На праздник для жильцов приехал председатель наблюдательного совета госкорпорации фонда содействия реформированию ЖКК Сергей Степашин. Пообщавшись с собственниками, федеральный гость убедился, что награда заслужена по праву. Люди, которые делают так, чтобы в доме было уютно, в подъезде было уютно, мирно, достойно, чтобы можно было отдыхать и проходить с удовольствием свой дом, они должны за это получать и слова благодарности. Сегодня в Ульяновской области насчитывается около 40 тысяч многоквартирных домов. Из них три сотни признаны аварийными. Как помочь региону в кратчайшие сроки создать комфортные условия проживания для жителей, обсудили в зале правительства. Чтобы сделать процесс максимально эффективным, Сергей Степашин передал главе региона первый авансовый взнос в размере 39,5 миллионов. Эта сумма поможет ускорить процесс на два года. Это позволит отселить тех жителей, которые должны были получить в квартире в 2025 году, решить эту проблему до конца 2023 года. Это для нашего региона очень важно. У нас также работает и своя программа региональная. По ней мы до конца этого года должны предоставить 44 помещения. Это 122 человека. Сергей Степашин сделал акцент на том, что аварийное некачественное жилье неприемлемо и опасно для жизни. На смену старым Сталинкам и Хрущевкам в скором времени придут энергоэффективные дома. Благодаря современным технологиям люди смогут значительно экономить на оплате счетов ЖКХ. На самом деле на всю нашу великую страну, я уже сегодня говорил, чуть больше 120 умных домов полностью энергоэффективных. Такая же проблема существует и в Ульяновской области. Поэтому мы подготовили с министерством предложение там, где есть бюджетные деньги и в капремонте, и в переселении из аварийного жилья, строить хрущевки хватит. В период до 2022 года, планируется переселить 560 человек из 30 многоквартирных домов. За текущий год будет отремонтировано 164 дома на сумму свыше 270 миллионов рублей.